АПЛОДИСМЕНТЫ Конечно, много событий. Нам же рассказывают, что мы изгои, с нами никто не общается. Уфсен Ковтон любит на эту тему кричать. А вот сегодня до самой поздней ночи будет беседа с Эрдоганом. Вчера долго с премьер-министром Японии общались, при том на «ты». Я не про себя сейчас. А вот на Украине, как сегодня, слава Богу, оказывается, на Украине нет никакой новой церкви. Главный раскольник и сторонник автокефалии. Мишка-то, Денисенко, оказывается, хочет искоренить православную церковь Украины. Потому что считают, что Томас сдали не ей, а киевскому патриархату. То есть грабь награбленная. Бедный Петр Порошенко. Он-то рассчитывал в конце своего предвыборного Томаса Тура снова попасть в президентское кресло, но забыл, что на Украине революция пожирает своих детей. И, видимо, не только цветная, но и религиозная. Тоже вот так. Уедешь в Рудовоз, возвращаешься, а Томас, не там, главный американский защитник, в отставку ушел, а у кандидатов в президенты просят справку из наркологической клиники. И как-то тяжело будет пройти освидетельствование Порошенко. Но, конечно, 90-летний ваш гражданин тут всех удивил. Вы в курсе тем-то, да? Речь-то записали. Да, да. И он-то как начал нести. Читаешь и думаешь. Вы знаете, сегодня знаменательный день. Действительно, юбилей 90 лет. И чего? Михаилу Денисенко, митрополиту, патриарху, филарету. Это дата, до которой многие из нас вообще даже не доживут. А кто на них понял? Что-что? Он кто такой? Он сын Донецкого. Сын-то понятно. Он-то сам кто? Он родом из Донбасса. Ну, 90 лет. Сам-то он кто? Он закончил духовную семинарию. Он-то сам кто? Он священнослужитель. Да какой? Ну прекращайте. Он раскольник. Так вот, аудиозапись сделана во время застолья, когда Мишка Денисенко инструктирует своих собеседников о правильном освещении информации из украинской религиозной сферы. На запись слышно, как глава Киевского патриархата нечестивцев заявляет, что ТОС уже дан не ПЦУ, а именно Киевскому патриархату. Так называемые богословы начали говорить, что новая церковь создана. Иронизирует глава УПЦ КП. Какая новая церковь? Церковь не новая, а церковь, которая существует больше 25 лет. Если бы не было церкви Киевского патриархата, то кому ТОМА сдавать? Этим двум московским архиереям без приходов? Или автокефальной церкви, в которой 500 приходов? Ясно, что дали ТОМАС Киевскому патриархату, потому что это не новая церковь. Потому от этой терминологии, что это новая церковь, отказаться ее не употреблять. Приказывает он отцу Александру, скорее всего, Александру Трофимлюку, главе издательского управления УПЦ КП. И Филарет дает указание искоренить это название православной церкви Украины, которым дал Константинополь. Это не наше название. Мы украинская православная церковь, как и другие. Болгарская, русская, сербская и так далее. Так что, дружочек, проблемка случилась. Вы сказали все правильно, только ваш рассказ не полный. Вы опять не поняли главного. Вы Константинополь обманули. Это обозначает, что вы наврали даже дурачку с Варфоломею. Вы даже ему наврали. Это же какой талант у 90-летнего старца. Что он вас всех развил. Который родился в Донецкой области. Да я помню, где он работал. В семье шахтера. Не, не, представляешь, какой же он абсолютно законченный предатель. Он даже предавших предал еще раз. Мишка Денисенко твой. Предал вас. Он победитель. Кого победил? Он успешный человек. Он ушел от Москвы и создал независимую православную церковь. Независимую от кого? От Бога, да? Сатанец служишь. Я не могу понять. Семерка, ты вообще ничего не можешь понять. Вы как бы завидуете. Поэтому успокойся. Ты понял главное, что у вас Томаса нет. Да есть у нас. Потому что у вас не было объединительного съезда. О чем сказал Филарет? Кто у вас был на объединительном? Это частные мысли. Кто такой частный? Он тебе патриарх почетный. Это неофициально, а он за столом все там говорил. Минуточку, что он очень официально? Ты одумайся, что говоришь. Ты только что его пятую точку целовал. Вспоминай его родителей и весь Донецк. О таком человеке, если можно человеком назвать как Филарет, в свое время один из отцов церкви, один из наиболее выдающих богослов раннего Средневековья, Квинт Туртелян сказал так. И вижу я лик сына сатаны. Вот это и есть сын сатаны. Не более того. Какой патриарх? Патриарший Дитул присваивается или поместным соборам церкви, или архиерейским соборам. Кто ему присвоил это звание? Назовите меня поместный собор или архиерейский собор. Ну не было такого. А Дитул почетный патриарх. Ну я помню, были в некоторых африканских странах почетный первый секретарь Центрального комитета какой-то партии. Это я помню. Ну чтобы был почетный патриарх, ну такого истории христианство вообще не знает. Патриарх это глава церкви, это отец церкви. Сам себе присваивает Дитулы и начинает диктать. Это вечный предатель. Сам втянул в эту игру огромное количество народа. Предал. Запродался, значит, Стамбульскому антихристу. Отдали кучу церквей, там бог знает еще чего-то. Влегли в рабство. Ну в 90-х лет. Ну так ему хочется сказать. Я, я патриарх, а не этот голубой, который вроде бы как бы мой сын, а может нет, чтобы мне о нем не говорили. Внук. Внук, да. Внук, да. Ну нет. Я хочу 90 лет, но так хочу стать кем-то. А у меня все это отбирает. Это и есть сын дьявола, сын сатаны. Враг украинского народа. Анафимы. Враг всех православных. Кто может признать? Ну я бы выразил, но запеликую. Это чудес, я не знаю как выразить, это гнездо сатаны, которое они там создали. Они же спорят. ПЦУ. Кто главный? Кто что? Какая другая автокефальная церковь может признать их? Да никакая не может признать их. Это абсурд. Главное, представляете, какой удар в спину Порошенко. Ведь на самом деле весь сложный маневр, все рассуждения, все показало. Во-первых, украинская православная церковь не дрогнула. И те два предателя, которые пришли, они вообще никто и ничто. Никакого объединения нет. Есть абсолютная ненависть между всеми. Никакой новой церкви, как требовал Константинополь, нет. Все ложь и обман, что эти пищни для украинской политики. Мне эта ситуация... Нет, подожди, я не договорил. Твоя честная церковь, я не говорил. Прости, я думал, ты закончил. Я еще ничего не сказал. Туха, возьмите себе руки. Возьмите себе руки. Будьте спокойны. Все нормально. Вы не знаете, мы с ним в Украине. Я не беру вас слова слова. Все нам тут впариваешь мысль. Вот какая раньше мирянина идет в церковь. Слушайте, сатанисты захватили вашу церковь, вас эксплуатировали. И все равно, оказывается, куда ходят твои миряне, куда ты ходишь ты. Ну, тогда вы что, сборщик предателей все, что ли? Вы все, подождите, так вот, слушай, дайте. Вы что, полностью перебежали? Слушайте, подождите, реже идет не о чужом народе. Это наш народ, которого, а, обманули, б, превращили в посмейшие во всем мире, и, д, эксплуатируют в личных интересах. Кучка негодяев. И вот одни негодяи, значит, заявляют, что он почетный патриарх. Кучка негодяев, известные фамилии, говорят, а вы были президентами. Все вы, ваши руководства, лже-руководители, духовные, советские, государство незаконное. Власть незаконна, пришедшая в результате переворота, насильства захвата власти. Церковь, отбирающая официальные украинские православные церкви, приходы. Не может быть вообще такой церкви. Не может быть. Это суть. Любой, кто защищает, это предатель. Если ты предатель, Василий, защищай, пожалуйста. Не, Василий, Семен Аркадьевич, дайте сказать Василию. Мой друг Семен Аркадьевич, дайте сказать Василию. Спасибо большое. Мне эта ситуация подходит. Знаете почему? Подходит, причем, во всех ее ярких цветах. Во-первых, я прохожанин Украинской православной церкви. Мой патриарх, блаженнейший Ануфрий, обратился ко мне и к подобным, как я. Митрополит. Он сказал, пожалуйста, не ходите в другие церкви. Все четко, все понятно, все ясно. Даже те люди, которые сомневаются, мои земляки, да, в части, там, мои родственники, родители, на сегодняшний день для них стало еще более очевидно, что церковь наша, Украинская православная церковь, правильная, хорошая, нормальная. Мы можем ее критиковать, мы можем пытаться что-то изменить внутри. Но в данной ситуации никто из Украинской православной церкви не будет переходить в новосознанную. Тем более сейчас, когда стало очевидным, что это и в том числе и борьба между сановниками или, скажем, руководителей той церкви или той церкви, мнимой, новой, не новой и так дальше. Поэтому мне это как раз подходит. И я думаю, что многим вирианам, которые живут в Украине, это абсолютно нормальная вещь. Я давно об этом говорю, вы просто не слушаете. Слава, присоединяйся, поздравляю. А вот Слава не может вспомнить, в какую церковь он ходит. Еще. В одной из подводок, и вы вчера задавали очень серьезный вопрос, и я вообще слышал эти вопросы не только в вашей студии, а есть ли в Украине кандидат в президенты, который уже зарегистрирован, поскольку все-таки это политическая программа, и у нас на сегодняшний день ЦВК зарегистрировало 13 кандидатов в президенты. Так вот, есть ли там кандидат, который говорит, я организую расследование, и все виновные в одесской трагедии будут выявлены и наказаны. Бойко, да, вроде говорится. Есть, да. Я за то, чтобы начать прямые переговоры с Донбассом. Я за то, чтобы говорить с осей напрямую. Это кандидат Юрий Бойко. Я не знаю его, я не работаю на него. Я говорю о том, что такой кандидат есть, и он публично об этом говорит. Да, я знаю, что руководителем политической силы, от которой выдвинула господина Бойко, есть господин Медведчук, который говорит то же самое. Поэтому, как минимум, объективности ради, в Украине есть сила, которая говорит так. Станет ли господин Бойко президентом, я не знаю. Но от той же политической силы, оппозиционный блок, есть еще два кандидата. Один зарегистрированный, господин Мураев, а другой, еще не зарегистрированный, но выдвинутый, господин Вилку, которые говорят подобные рода вещи, но там произошел некий раскоп. Я не хочу вдаваться подробностей, но хочу сказать, Володя, для того, чтобы граждане России поняли, а я думаю, что они понимают нюанс. У нас выборы по-настоящему будут только в первом туре. То есть в первом туре действительно кто-то может победить, кто-то второе, кто-то третье место. И кто станет победителем первого-второго места после первого тура, выйдут во второй. Это будет совершенно другая борьба. И мы не можем говорить о том... У вас 13 кандидатов, да? Да, сейчас 13. Я считаю, что вам надо 666 для того, чтобы точно отразить суть происходящего на Украине. Я заканчиваю. Я просто хочу сказать, что президентская кампания идет. Да, она, может быть, идет не так, как нравится, и мне в том числе. Но, тем не менее, цивилизованным путем Украина идет к выборам 1 марта. И выборы состоятся. Да, что наша марионетка по фамилии Порошенко прекрасно себя проявил в этом году. Ну, кроме трех подаренных кораблей в конце прошлого года, которые к нам перешли от вас. Ну, кораблики не очень, но чем вы богаты, тем мы рады. А также, конечно, надо отметить его успехи в торговле с Россией. Да, есть такое дело. Да, выяснилось то, что вы покупаете все больше российского, продаете нам все меньше украинского, и дисбаланс в торговле в нашу пользу все время нарастает. А еще знаете, кто на втором месте? На втором месте на нас зарабатывает Беларусь. То есть мы еще у нас торговли в Беларуси. Я к чему? И конфликт между Беларусью и Россией в некоторых руках как раз идут за вот эти 2 миллиарда. Русские чиновники, особенно, знаете, вот эти барыжники. Вы меня опять не слышите. Как так? Беларусь зарабатывает на торговле с Украиной 2 миллиарда, а в основном это заработок идет на наши нефти. Так вы не слышите, главное, главное то, что от торговли вашей теряет ваша Украина. Это значит, что несмотря на все ваши визги, писки, что вы бежите от России, что вам ничего не важно, покупаете у нас все больше, продаете нам все меньше, значит вы, а, никакие не русофобы, как пытаетесь кричать, полностью от нас зависимы, ни в какую Европу не бежите. Мы ваш по-прежнему главный торговый партнер, а Порошенко вот этой своей болтовней сейчас осуществляет операцию прикрытия. Для того, чтобы все больше, все, что он может, отдать нам. Спасибо, Петрович. А зачем вы его поддерживаете? Вот поэтому вы его поддерживаете. А мы его и поддерживаете. Молодец, понял, молодец. Идалья Тойч, что у них происходит? Ну, я всегда был сторонником того, чтобы, стоя на почве реализма, быть фаталистом, и в этом смысле точно, более-менее точно предсказывать то, что будет, то неизбежное, что произойдет, хочется это кому-то или не хочется. Вот эта вся ситуация, ну, скажем, квази-религиозная, которая происходит на Украине очень стремительно, с саморазоблачениями, ну, потому что, понятно, поджимает время физическое для одних, политическое для других. Вроде бы удалось всех, как всегда, обхитрить, ну, как полагается, в первую очередь, Россию, жителей Украины, в том числе русских, русскоязычных, русских. Оказывается, вот это... Хитрости стали уползать наружу. Это я к чему, к тому, что слова многочисленные, произнесенные в 20 веке, а там еще с 19-го, даже с 18-го, начиная, что государство должно быть отдельно, как властные институты, а религия, уж тем более церковь, я не веру имею в виду, а вот церковь, как институт, отдельно от того, что мы это запишем на бумаге, назовем бумагу конституцией, законом, это и произойдет в реальной жизни. Вот мы видим, что особенно в период кризисов, все эти декларации превращаются в пустые мыльные пузыри, лопаются, и мы видим реальность. Церковь всегда была политическим институтом, а в некоторых странах, в некоторые века, либо совластвовала вместе со светской властью, а иногда была и выше светской власти, что мы знаем, Священная Римская империя, один из ярких, и тому подобное. Так вот, ну ладно, когда это там не осознают народ, ладно, когда политики не говорят об этом публично, но когда они начинают играть в эти игры, и вот все это лезет наружу, ну это, по крайней мере, смешно, выглядит неубедительно. К чему это? Я к тому, что так, на мой взгляд, оценив трезвою эту ситуацию, кстати, это помогает понять, если брать историю русской православной церкви во всей ее сложности в многовековом объеме, мы и поймем, почему не очень было хорошее отношение к церковникам, к так называемым, в русской литературе классической, 19 века, в народе, да и не только в народе, в конце 19-го, в начале 20-го века, почему многие крестьяне, простые люди, помогали разрушать церкви, свергать колкола, вот, в частности, из такого рода игр, которые тогда тоже были. Так вот, этот кризис религиозной власти, духовной власти, если брать выше, на территории Украины показывает, что, во-первых, полное отражение, оно, может быть, зеркальное, с тем, что происходит с властью политической. Государство не складывается, вот, не с материальной, силовой, властной стороны, хотя и оружие есть, и должности есть, и с этой стороны никакого объединения наций, никакой этой политической нации нового типа, или новой политической нации тоже не складывается, и менее всего этому помогают, казалось бы, те пастыри, которые должны этому более всего способствовать. Умиротворению, смирению, непротивлению злу, насилию, или там, я не знаю, что еще. Но это скорее толстовство. Как толстовство? Непротивление злу, насилию, это скорее толстовство. Толстовский вариант христианской религии. Но мы сейчас не об этом. И второе, что из этого, на мой взгляд, следует с неизбежностью, что точно такой же прогноз мы можем дать и по... Да, и константой, хотелось бы кому-то это или не хотелось, константой пока, исторической константой, остается как-то ее не переименовывая, не пытаясь переименовывать русская православная церковь, то, что сейчас называется Киевского патриархата, то есть часть... Московского патриархата. Извините, Московского патриархата, часть русско-исторической православной церкви. И второе, точно то же самое будет со спецификой, естественно, собственно, политической, на выборах президентских и особенно парламентских, и после выборов. Но точно будет то же самое. Кого изберут, там это можно, наверное, мы еще обсудим варианты, но авторитет этого человека, этого властного института будет не столько укреплен этими выборами, сколько подорван. Повторяю, кто бы ни был избран. Следно, для меня не увы, но для тех, кто там живет и борется за это, в том числе бандерским методом, наверное, увы, не складывается украинское государство. И идет по тому же пути фаталистическому, к своему окончательному распаду. Знаете, мы тут стояли, слышали, мне вспомнилась вот советская океанокомедия, есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марте, в науке это неизвестно. То есть, что бы ни происходило, вы говорите, что все плохо, все ни к чему не идет, крах и так далее, и так далее. Уже сам факт выборов, явка избирателей обеспечит легитимность и вот ум доверия новоизбранному главе государства, какая бы ни была его фамилия. И какая бы ни была явка, да. Да, и высокая явка, конечно. Это и есть показатель доверия к институту выборов в любой стране. Даже для тех людей, которые как бы три года прожили на голландских харчах, ну почему-то ничего не научились. Ну зато не на голландских высотах. А голландские харчане вкусные. Так что насчет высокой явки-то? Как у вас может быть высокой явка? Когда вы в России закрыли все избирательные пункты, а территории, которые вам не нравятся, вы не даете в одном собирать? Правильно. Явка это какая, когда у вас... Когда украинские, как бы с украинскими паспортами, прописанные, живущие на своей земле, придут к своим избирательным участкам. Значит уже не высокая явка. То есть и те, которые работают в Польше, все те, которые... Они вернутся. Ох, я прям вижу, как они возвращаются. Конечно, не сомневайтесь. Заодно мы увидим реально количество патриотов, тех, кто захочет голосовать. Ну вы-то не вернётесь, я надеюсь. А вы почему так считаете? А я уверен, что в этот день у вас будет эфир. А, вот как. Причём на российском телевидении. Я зарегистрируюсь тогда в посольстве. А в посольстве сейчас вы не можете уже голосовать. А что в посольстве? Нет, Казахстан. Вы пойдёте в посольство Казахстана или Грузии? Я ещё не решил. Я подумаю. Вы хорошо, что сейчас сказали. У меня есть время до 31 марта. То есть до этого не задумывались. Придай, если ты в этот день не будешь в Киеве, а ты в Москве. Я буду в Киеве. На наших харчах ты будешь в Москве. Буду в Киеве. Езжай в Киев и проглажай его. Ещё продолжение самой первой темы. Человек, который за 25 лет создал 6 тысяч приходов. Не... Как, значит... Чего он создал? 6 тысяч церковных приходов. Украинской православной церкви. Но я правильно понимаю, что вы вообще не в теме? Я в теме. У меня есть как бы факты. Я могу процитировать. То есть это 6 тысяч приходов, которые он создал? Ну создать при его участии, конечно, Киевская православная церковь. И сколько из них приходы захвачены? Вы знаете, нет такого... Перекинулся, что он когда... Нет. Вы как следователь НКВД. Да, я есть следователь НКВД. Вы и судья, и прокурор, и адвоката. Вот дали эту лампу прямо сразу. Смотреть в глаза, да. Вы знаете, вот если эти люди выразили свое желание, они ходят в эту церковь, все. Это их свободный выбор. Минуточку. Создал или пошел за ним? Он что, пришел с котомкой из простого села? На Украине не было ни единой церкви? Он из Донецкой области, сын Шахтера. Я могу повторять это хоть 120 раз. Ни единой церкви не было. Вот это истинный Донецкий, настоящий. Какой он истинный Донецкий? Если Донецкий не бывает предателем, пред на нафиг. У вас двое таких, ты да он. Ты-то Донецкий или нет? Я не, это Киевский. Какой ты Киевский? Котлета-то Киевский. Ты деньги получал от Донецких? Донецких. Подождите, у нас все граждане Украины. Ты получал деньги от Донецких? У нас нет Донецких денег, у нас все украинские деньги. Ты от Донецких деньги получал? Я не знаю, о чем вы говорите. Ты получал ты не украинскими деньгами, а долларами, пади? Мне непонятны ваши инсинуации. А налоги ты платил с них? Я не знаю, вот что вы говорите. Я не разумею. Вашу мову не разумею. Не разумевляю. Знаете, наша налоговая, она все просвечивает. Если бы ко мне были претензии... Вы налоги заплатили. Конечно, конечно. Нет, конечно, нет. Вы не даете мне сказать, переключаясь на очень удачную тему, эксплуатируя мою звездность. Да, да. А я все-таки хочу... Мы ее поджигаем. Да, а я все-таки хочу вернуться... Давайте, именно такая идея. Почему бы нам действительно не назначить вторым почетным патриархом? Нечетным патриархом. Нечетным, да. Хорошая идея. Нечетным патриарх ПЦУ господин Ковтин. Я не воцаркленный. А он как раз идеальный вариант. Он искренне ничего не знает про православие. Крестик не носит. Но очень внутренне любящий власть. Кто бы ни был в ее голове. Это, понимаете, вы вот говорите про власть. А власть, она дана народом. И как бы освящена. Это то, за что мы ходим голосовать. Вы голосовали за Януковича, как я напомню. Я не голосовал. Я не попал на избирательный участок. А что такое? Промахнулся? Не попал в дверь? Я не смог зайти туда. Там было много. Я уже не один раз это говорил. Мы два раза приезжали туда. И оба раза не нашел дверь. И там почему-то всех студентов согнали из общежития. Ну то есть была огромная явка. Ну да. Легитимировшая ту власть, которую вы потом... Януковича, легитимного президента. Это было в Киеве, наверное, раз в июле. Тим, получавший деньги от донецких. Я такого не было. Не помню. Не помню. Вы все пытаетесь на меня перевести. Деньги не помню. Не помню деньги, да. Да. Но он, так сказать, как всегда уклончиво. Как его песни. Не, он в Лондоне завел, уже не уклоняюсь. Видно, его вытащили, сказали, что должен пойти помешать Зеленскому, чтобы Зеленский не помешал Порошенко. Это опять ваши инсинуации. Это наши четкие знания. Элементарность. Смотри, кто им платит. Кто им платит? Он не бедный человек, понимаете? Конечно, не бедный. Мы все не бедные. Это я понимаю. Вот, например, Зеленский не бедный за счет наших денег. Вы пытаетесь все время кого-то заклеймить. Нет. А вот то, что ваши олигархи зарабатывали в Европе, а я и в Америке. То ему будет помогать Фридман в первую очередь. А что вы... Да, так и будет. А кто его вызвал? А кто Фридмана может пригласить, сказать, что нам нужен... Фридман уже давно никто не может пригласить. Он уже к России не имеет никакого отношения. Но вы заметили, он не пришел. Он самостоятельный. Нет, но он же не пришел на встречу. Он самостоятельный орган, который и в России не в России не в семье. Заметили, он на встречу с президентом-то не пришел. А вы знаете, что на форум Довосе тоже ваш не поехал. А вот Порошенко... Я вам даже больше скажу. Наш Трамп не только наш не поехал, но и ваш Трамп не поехал. Трамп, понимаете, решает мировые проблемы. А ваш пытается обмахлять японцев и не отдать им обещанные курилы. А кто обещал курилы? Кофтун. Фамилия. Кто обещал курилы? Кофтун обещал. А там заявление японского МИДа было. Обещал курилы кто? Заявление японского МИДа. Фамилия как того, кто обещал курилы? Я не знаю, как японские фамилии. В 56-м году была такая беда. Пришел любитель кукурузы. Крущев. Который есть в украинец. Нет, он не отдал. В украинец ваш Никитка. Всем все раздавал. Он не отдал. Курилы японцам вам Крым. Не отдал. А вы сейчас хотите отдать? Я вам. Кто хотел? Русскую землю. Кто хочет отдать? Вы не волнуйтесь. Мы русскую землю не отдадим вплоть до Польши. Вы никак главного понять не можете. Вы опять не поняли. Никто ничего не отдает. Как? Вы обманете? Кто вы обманете? Никто не обещал даже. Было сказано, если будет принята конституция Японии, в которой Япония будет нейтральным государством, на территории которого нет ни одной военной базы, мы в качестве жеста доброй воли можем рассмотреть. Вы даже не представляете? Вы все равно знаете, что вы отдадите. Нет, потому что по сути после этого в 60-х годах они подберегившие базы. А как вы будете в случае чего противостоять Китаю? Вам нужно обязательно Японию это делать. А зачем нам противостоять Китаю? Зачем нам заключать договор и отдавать отца в стране? А у вас геополитика там, вы что не понимаете? Мы как раз, когда Китай последний раз на нас нападал. Речь не в том, что он нападет. На даманские 60-х годов и альянсы, которые сейчас заключаются. А когда Япония нападала на Китай? Япония... Правильно. Вторая мировая война. А когда Китай нападал на Японию? Ой. Да никогда. Во время... Как никогда? Как раз отсюда Камикадзе пошел. Ветер свеченный, который разметал сюда. А как мы... Не напали. Монголы были. Ну, имеется в виду территория-то Китая? Тогда монголы-то владели. Российской Федерации выгодно, чтобы то, что называется Камчатка, то, что называется Приморье, чтобы там развивало... Не то, что называется, а то, что есть. Чтобы там были инвестиции не только китайские, а японские. Это реально... Это объективно. Я не знаю, что ваши дела. За сколько Киев продадите? Это объективно со стороны. Это у вас говорит ваше украинское начало. Ну, в один раз продали уже. Кто продал? Поляйки продали. Да, это... Московский Киев за недорого. Тогда было времена такие. За сколько сейчас готовы продать свою земельку? Послушайте, кто-то когда-то Нью-Йорк продал. Кто-то когда-то Аляску продал. Тогда времена были такие. Здесь не было иллюзий. Почему мы никогда не отдадим? Потому что Япония подписала... Я говорю о том, что... Я сказал абсолютно правильно. Подписал... Конечно, неправильно. Но вы отойдите. Не отдадим. Посмотрите. Мало этого, еще и вас заберем. Будете себя так вести, заберем себе под крыло. На собой. Небольшая пауза. Нет, его посадим. Вы знаете, сразу хочу сказать. Не тешьте себя иллюзиями, господа украинские пропагандисты, политологи. Никаких нормальных, честных, цивилизованных выборов на Украине нет и не планируется. Но вот показатель. Выдвигается Гриценко. Один из лидеров рейтингов. В кандидатом в президенты. В тот же день. Случайное совпадение. В тот же час, когда он провозгласял речь о выдвижении в кандидаты, к нему приходят с повесткой. Причем возбуждают дело за что? За то, что он в 2005 году, будучи министром обороны, оранжевым министром обороны Украины, воровал. Ну, как все они, собственно, в 2005 году делали. 14 лет ждали. Как же возбудить дело? И так случайно совпало. А мы говорим, у нас почта плохо работает. Это на Украине почта плохо работает. Случайно совпало, что вы как раз решили. О, кстати, он уже в 2005 году воровал. Причем мы же понимаем, почему это делается. Премьером тогда было кто? Ну, Юлия Тимошенко прицепом заодно, значит, к этому делу пристегнул. А кем был Петро? Всего лишь секретарем Совета национальной безопасности и обороны. Тю! Да, вот. А что же он у нас, оказывается, с тех пор воровал? Вот так все и происходит. При этом сразу же начинаются торги. Мы видим, как Луценко как бы и дал интервью, где и нашим, и вашим намек такой прозрачный. В случае чего, туда перебегу, если надо. На Украине это называется высшей политической мудростью. А Луценко так и не выучил украинский язык? Ну, на самом деле, это его Гордон попросил. Это Гордон не выучил украинский язык. Решил на Ломаном не коверкать украинский, как вот Ковтун недавно на канале Ньюс Ван пытался, значит, по-украински давать интервью. Как это мое слово записывает? Нет, нет, я не понял, вы что, рейдномованный размовляете? Да, ну, там такая мова, что размовляет украинскому. Москальский акцентик, москальский. На Ломаном, но все-таки пытался. Я к чему. Асварный клопчик, не Лубов. Какая сейчас идет борьба за то, куда Абаков, кого поддержит и в итоге. И все обсуждают, с кем будут силовики, на чьей стороне выступят силовики. Это же нормальные демократические выборы, когда решается, кого полиция поддержит из кандидатов, соответственно, обеспечит нужный результат. Извините, национальные дружины Украины подают заявку, я так понимаю, удовлетворяют эту заявку, будут наблюдателями на выборах. Помните, как те же самые пропагандисты украинские кричали в этой студии о том, что да нет, да власть их быстро задавит, да это нарушение монополии на насилие и так далее. Монополии власти на насилие. Да кто такие эти национальные дружины? Ну вот эти дружины. СИЧ, который там, лидер, который вместе с Порошенко ездит за Томасом, да. Эти дружины, полиция и так далее, силовики, уголовники, которые опять-таки всюду с Порошенко, с Томасом ездят, да. И будут обеспечивать, по задумке, обеспечение, опровозглашение результатов на выборах. Это называется цивилизованными нормальными выборами. Это не только начало. Вы мне скажите, вот я послушал выступление прокурора Луценко, у меня был вопрос, а у него на спине купола? И если сейчас, может быть, звание прокурорские по куполам определяется, потому что он же чисто там пытался. Я внимательно почитал, послушал все это огромное интервью, на самом деле, он там столько наговорил. Если вот только об этом интервью говорить, это можно несколько циклов передать сделать, да. Помните, это же главный борец против Кучмы был. Кучма убил Гангадзе, он кричал, он на этом политическую карьеру лет 10-15 делал, да. Что он сейчас заявляет? Не убил. Да нет, Кучма и не виноват, да нет, ну это ФСБ подставило нашего президента Кучму. Слушайте, главный борец, да, такой принципиальный, спрашивается, так что ж врал? Он в одном интервью столько нарассказывал, я могу по каждому пункту выступать. Длинное, да, но действительно и повадки у него уголовные. Ну и вы видите, да, он Юлию Тимошенко поцелуем научил малявы передавать в автозаке. Я представляю, как их в один автозак посадили, но это не важно, да. Но это да, это отвлечение. Я просто хочу сказать, в том числе пропагандистам, которые пятый год кормятся на московских харчах, да, хочу рассказать о том, что... У нас действительно очень вкусные пирожки, кормятся все. Нет, совершенно верно, слушай, он тут про голландские харчи вспоминает. Пятый год в стране агрессори, понимаете ли, кормитесь и ничего. А мы сейчас увидели, вы не обратили внимание, была же колоссальная фраза, все прокутано и ясно. Немецкие публичные дома, а в Голландии он ел грибы. Ага, ну понятно. Вот на каких харчах он и кормится, да. Теперь ясно, что с ним. И вы понимаете, да, вот то, что сейчас вы начали про Филарета, предателя, и сразу, что мы услышали, да, ну это же талант, понимаете. Вот в этом вся суть украинских политиков, пропагандистов, политологов, нет. Так вы понимаете, Владимир, предать, предать, главное вовремя предать. Для них и есть талант. Филарет талант. 90 лет, конечно. Нет, после слова, вот вы сказали предал, а он сразу говорит, ну это же талант. Ну конечно, талант. Вовремя предать, да, это же талантище с точки зрения украинских. Это в этом суть вся украинской политики. И то, что сейчас происходит в кулуарах, как бы вовремя предать, как бы там, значит, подсудить. А есть Филарет, посмотрите, открывает съезд Юлия Тимошенко. Кстати, вот Василий сейчас предал Анафию Филарета фактически в начале речи. Он, по сути, видите, из Юлия Тимошенко подверг критике за это. Это верно. То есть, и тут же, выступая, покидывался, по сути, Порошенко, появившись там. Но тут же, значит, нас ездили у Юлия Тимошенко, заодно и того поблагодарил. Знаете, чтобы в случае чего перебежать и к тем, и к другим. Но я о чем? И вот в этом вся суть сейчас, кто вовремя предаст, кто вовремя поставит на ту или на того кандидата. И все. В этом вся суть вот этой мышиной возни. Откуда деньги на всю эту чушь? Не, ну как? Ну, спонсоров немало. Конечно, поэтому интересно, кто участники. В том числе, вы же видите, Порошенко выделяет полторы тысячи из бюджета государственного. Полторы тысячи? Полторы тысячи каждому. Каждому обратившемуся. Это, вы знаете, была Юлина тысяча. Теперь Порошенковские полторушка. Единственное, конечно, когда Юлина тысяча была тогда, гривна, по-моему, 5 долларов стоила. Полторушку-полторушку выделяет дядя Врушка. Извините, 28 гривен, 1 доллар сейчас, и тогда 5 стоят. Я просто закончил. А все значит, я не помню, все значит выделяет полторы тысячи. А там сейчас решили срочно под компанию как бы монетизировать субсидии, знаете. И вот с первого марта, с первого марта по 31-е будут выдавать полторы тысячи. Субсидии, это когда зачет идет, разницы цены выставленных платежей, как и коммунальных. То есть это будут людям с весь марта по 31-е марта, по день выборов, выдавать по полторы тысячи рублей гривен. Извините, а это нельзя сделать через три месяца после выборов? Не-не, ну что вы, а в чем же смысл-то? А зачем же как бы медлить? Я думаю, право с этим... А зачем же выборов успеть, зачем же медлить-то? Не, так... То есть Порошенко своих денег даже не нашел подкупить, поэтому подкупает бюджетно. И последнее. Экономненько, Владимир Владимирович, последнее. Вот помните, позавчера, буквально позавчера, не мог не высказаться. Вот на этом самом месте украинские пропагандисты, в том числе некоторые из присутствующих здесь, что нам говорили? Помните, когда барелье в Петлюре открывали? Да это самодеятельность киевской администрации, Порошенко тут ни при чем, вообще ни при чем, он же не с ними. Вчера видели, под чьим портретом огромным выступал президент Украины? Это к вопросу о том, да, он за Петлюру, против Петлюры, это на государственном уровне пропагандируется Петлюровщина и Петлюровский антисемитизм фактически или нет? Вот вам ответ. И, кстати, раздача территории. При Петлюре же Украина-то территорию потеряла. Яковлевич. Я вынужден возродить господину Магдасарову. Украинская власть легитимна. Она легитимна на этой земле, в этой стране, так же, как и в других странах. Потому что власти вашей страны признали ее легитимной. Да, эту ошибку мы многократно, Семену Аркадьевичу, подчеркнули. Никто еще не сказал, кроме из власти, что это была ошибка. Они продолжают ее признавать. Причем как-то странно. Вот в отношении любого другого государства. Вот на Западе есть такое. Если в каком-то государстве совершается какой-то непотребный поступок, вызывают посла, выражают протест. Я не помню, чтобы Россия выразила протест по поводу всего того безобразия, которое происходит на Украине. Особенно в рамках возрождения фашизма. На уровне частных заявлений или заявлений тех или иных работников МИДа. Да, официальная нота не была. Я не помню, чтобы вызвали когда-нибудь дипломатического представителя. Да нам и вызывать некуда. У нас посла нет. Их. Есть украинские дипломаты, которые здесь есть. Нет посла, вызывают заместителя. Нет заместителя. Кто-то есть. Никогда. Я не помню, чтобы Россия выразила какой-то протест. По поводу всего того безобразия, которое творится на Украине. Причем это международная практика. На уровне МИДа выражается. Всегда это есть. Во всех странах. Все страны это делают. Я не помню, чтобы это было так же по отношению к подобным же, подобным мерзким поступкам прибалтов или поляков. Нет. Может быть я что-то вызываю и пустил. Но есть постоянно и МИД вызывает, и говорит, и высказывает. Есть, 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 есть. В международной дипломатии есть определенные методы. Вызывается нота, нота протеста, вызывают, указывают. Нет. То есть, поскольку у вас церковь тоже отделена от государства. Это во многих странах надо. Но когда начинают преследовать религиозные меньшинства, даже те страны, в которых церковь отделена от государства, вызывают представителей дипломатических этой страны и выражают им свое недовольство. Потому что это нарушение элементарных международных законов. Я не слышал, чтобы Россия в официальном уровне выразила какое-то свое мнение украинским представителям по поводу всего того издевательства над православной церковью. Нет. Я могу дать другой пример. Любые антисемитские проявления в любой другой стране очень часто вызывают послов в этих странах и выражают протесты. Это не страны, которые, это не Израиль. То есть они никакого отношения не имеют к Евросоюзу. Но я считаю, те ваши действия противоречат. Потому что они нарушают какие-то международные законы. Россия этого тоже не делает. Так что пока официально эта власть легитимна. И если пройдут выборы и закончатся, чем закончатся, и Россия их признает, значит тоже будет власть легитимна. Яковлевич, а Израиль вызвал посла Украины по поводу таблички Петлюра? Нет. Почему? То же самое. Я могу дать несколько на это ответов. Один из них, потому что я не нахожусь в израильских властных клубах. Вот и мы так, и мы, и мы, и мы, и мы находимся в российских властных клубах. Сколько я в политику не играю, нет, не вызвал. И прибалтов не вызывали. Один раз только вызвали их на ковер, когда умные литовцы выписали ордер на арест бывшему генералу израильской армии, директору института Ядвашем, поскольку он, когда был партизаном в партизанских отрядах в Литве и в Красной армии, он расстреливал литовцев, которые вместе с нацистами убивали евреев. Так они его вызвали. Ну, когда вызвали уже его, тогда Израиль подал протест. А так, мы тоже этим не отличаемся. Ну, не надо говорить, что власть нелегитимна. Пусть об этом заявит ваше правительство, ваша власть. А в отношении того, что происходит на Украине, если подвести такой баланс, что происходит? Если, говорят, основной торговый партнер Украины, на котором держится Украина, это Россия. Правильно? Значит, Украина недееспособна. А если бы Россия не поддерживала? О, о чем мы все время говорим сегодня? То есть, за 25 лет независимости Украина, секундочку. Ну, как вы так можете говорить? Если вы у нас покупаете больше товара, и что, как вы недееспособны? Мы же рассчитываемся за продукцию, которую мы покупаем в России. Мы же 4 миллиарда в плюсе в России получаем. Мы же им платим деньги. Правильно. Как мы недееспособны? Конечно. Берете в долг у европейцев и платите нам. Кто вам такое сказал? А у вас свои денег нема. Ну, перестаньте. Значит, это 30 серебриков. Иуда тоже продал Иисуса Христа за 30 серебриков. Это не значит, что это правильный поступок. Ключевое слово продал. Те, кто продал. Дайте договорить. Извините, извините. Это Иуда. Семинарка. Интересно. А кто продает Россию, это кто? А кто продает Россию? Кто продает Россию? Когда Лукашенко говорит, что это не он заправляет украинские танки. Это вы, россияне, продаете нам нефтепродукты, в том числе солярку. Прошу прощения. И мы заправляем им танки. Лукашенко заявил это публично. Он сказал это открыто. Он сказал это неделю назад, и у вас в молчании. Значит, это так и будет. Подождите, а продают через Белоруссию, и Лукашенко не знает. А Лукашенко говорит, что там только иногда фирмы транспортирующие подставляются нами. Вот что нам расскажет, что наконец нашел то самое Белорусское море, которое дает миру дары, природы, лобстеры и прочее. Тоже есть у вас вопрос. Поэтому, я скажу так, Лукашенко, Лукашенко, все понятно. Ну тут нелогично. Все логично. Ну как мы? Все абсолютно давы. Мы покупаем товар у России, и мы недвиспособны. Мы враг? Кто враг? Ну кто сегодня считает, что Россия враг? Мы. Правильно, так и не покупайте ни черта. Так и не продавайте. А мы их легко. А вы что? Мы же ваши. Мы же ваши. Уголь распределяет ваше министерство энергетики. Господин Новак. Вот номер один предатель. Ну здрасте. Слизки заставляйте, и Новак номер один. Во-первых, конечно, это очень остроумно. Но только Новак не имеет никакого отношения к распределению угла. Опачки, по-русски как. Никто не имеет отношения. Потому что у нас министерство занимается не этим. Это у вас, министр. Чем ворует, на том сидеть, тем и управляет. Вы путаете министерство. Так, Лукашенко говорит, что это оба. Оба воруют. Но важно другое. Важно то, что вы покупаете донецкий уголь, делая вид, что это российский, и поддерживаете донецкую независимость. Молодцы, тупорылые, молодцы. А как вы его пропускаете? Легко. Я тебе очень прошу. А зачем его не пропускать? Мы только за. Давайте денег донецким. Это люди знают это, что это же они ничего не получают. Люди, гадные Российской Федерации не получают ни копейки от этих коррупционных схем. Конечно, получают. Что получают? Какие-то коррупции. Вроде, послушайте, ваш сосед, точно так же, как и нас. Дайте сказать, я кого и очень. Норвегия почему продает весь свой газ, и нефть, и люди, все акционеры, у каждого гражданина Норвегии, еще, которые получают эту денежку. Они у вас, не у нас. Да потому что у нас был во власти в 90-е годы Ельцин, с командой которого они приняли конституцию. У вас такие же воры у власти, как и у нас. Нет, должен вас разочаровать. Таких воров, как у вас, в мире больше нет. У вас больше, потому что вас можно больше украсть. У нас как раз пришли наконец-то честные люди. А вот в 90-е годы раздали народное имущество. Вот это большой вопрос. Вы вернули? Народное имущество вернули? А как вы предлагаете это сделать? Революцию? Так вот, займитесь... Нет, я говорю, как норвежцы. Еще раз говорю. По крайней мере, как норвежцы. Василь, ну почему так не сделать? 4 миллиарда из вашего бюджета идет сюда, плюс нам. Разберитесь с собой. Я говорю, что и нам не повезло. И нам пока не повезло. Еще раз говорю, чтобы вам понятно. Вы самая нищая страна Европы, Это официальное признание Юлии Тимошенко. Это да. Которая умудряется последней... А вы слышали, что я говорю, что у нас такая же вороватая власть, как и у вас. Не надо сравнивать наши воров. У вас больше. Назовите фамилии воров. А что, мы... Скажите, пожалуйста. Назовите фамилии воров. Вот слава одного нас там. Но я вам гарантирую, будет от нового иск Ковтану, и Ковтан сядет за клевету. Скажите, пожалуйста. Я вам гарантирую, что сегодня же, когда эта передача посмотрит, против Ковтана будет возбуждено дело. И если Ковтан, спокойно, если Ковтан, спокойно, назовите фамилии, чтобы эти люди могли на вас подать суд. Обратитесь, Лукашенко, куда у него эти дамы. Фамилию назовите. Ему же спецслужбы. Назвайте фамилии. Я вам назвал. Фамилию назвать. Открытый источник, откуда я это знаю. Лукашенко не обвинял российских министров. Он сказал, что у вас такие порядки. Ковтан пойдет под суд. И это хорошо. Кстати, Новый, кристально честный человек и очень порядочный. Я буду рад, когда он подаст на вас суд, и вы сядете. А уголь как куда? Вот как раз в суде и узнаете. И про уголь, и про фигуголь. Наконец-то Ковтан за свой язык сядет по полной программе. Вам понравится в российских СИЗО. Я вам с утра обещал, что тюрьму и вы не минуете. Василь, назовите фамилию. Будете еще. Я не об этом. Фамилию назовите. Назовите фамилию. У вас же вопли были. Чтобы и вас посадили. У меня масса... Да, сидеть будете. Лукашенко, сделайте заявление от пресса официально, что он распроставляет такую информацию. Пусть он вам, как журналисту, выдающимся журналистовской гипернации, ответит. Или другому, что вы ко мне представили. Лукашенко говорит им это публично. Лукашенко уже один раз извинялся публично. Подождите, он за это не извинялся. Он сказал, что он сказал, что меня ввели в заблуждение. И он публично извинялся. Если вы закончили с Норвегией и с Белоруссией, давайте вернемся к Украине. И с посадкой Ковтана, кстати, я попрошу сразу вызовите конвой, чтобы далеко не ходить. Но чтобы Ковтан не попытался сбежать после передачи сразу и скрыться через территорию Белоруссии на Украине. Поэтому давайте сразу поможем следствию, задержим Ковтана. Время на пересечение свободы. То есть, я хочу вернуться к тому, о чем я говорю. То есть, то, что Россия продолжает быть основным торговым партнером Украины, говорит о том, что Украина экономически недееспособна вне отрыва от России. Об этом говорят все, даже те руководители европейского сообщества, в основном немцы, которые пытаются трезво смотреть на вещи. Украина недееспособна, как государство, не связанное с Россией. Я хочу напомнить такую фразу, которая была сказана перед Мюнскинским соглашением в Европе британскими и французскими дипломатами, которые потом подписывали соглашение с Гитлером. Мы не собираемся воевать за эти нелепые порождения Версальского договора, эти государства Европы, которые недееспособны. Это было и мнение европейцев, которые их создали. Это урок истории. То есть те, которые пытаются осознать Украину, или которые пытаются осознать Прибалтику, или которые пытаются что-то сделать в Болгарии и в Румынии, они рано или поздно приходят к выводу, что те образования, которые они создали и поставили их в те политические, экономические условия, они недееспособны. Потому что все они сегодня еще как-то удерживаются на поверхности за счет бешеных влияний финансовых из этой Европы. И за эти деньги они продают, эти государства, их руководители, свою политику, свою экономику, интересы своих стран. Вот Болгары, которые всегда предавали Россию, сейчас он опять они кается. И многие от этого говорят, да, мы ошиблись с Южным потоком, но ввели нас в облуждение, заставили нас. Мы хорошие. Мы вас кинули в очередной раз, но мы хорошие. То есть за деньги они продаются. Но эти государства, эти режимы в той обстановке, в которой они находятся, они недееспособны. Ни Болгария, ни Румыния, ни прибалтийские страны, ни Польша и, понятно, не Украина. А о глубине политической мысли можно подумать так. Вот когда в Европе, с благословения Соединенных Штатов, затевали все эти авантюры. Оторвать их от России, восстановить их, возбудить их против России, направить против России и подкармливать. На что они рассчитывали? Это нельзя всех обманывать все время. Частично можно. То есть сейчас это уже подходит к тому периоду, когда сама Европа не сможет тянуть это. Поэтому головы, которые пытаются или должны думать, я думаю, а что будет дальше через 10 лет? Кто вас будет подкармливать? Они об этом не думают, они думают о себе. И о глубине политической мысли Соединенных Штатов я могу иллюстрировать такой пример. Вот сейчас они вроде бы, я точно не знаю, но впечатление, что они вроде бы решили все-таки оставить Порошенко. А кого они хотели пророчить в президенты Украины два года назад? Какой великий политический деятель был направлен Соединенными Штатами с их умными узнами на Украину? Чтобы он вывел в конце концов Украину в нужный уровень. До какого предельного маразма и идиотизма, даже не тупости, можно дойти, чтобы подумать, что Миша Саакашвиль может быть президентом какой-нибудь страны, а тем более Украины? Ну, они серьезно на этом пошли, они серьезно на это рассчитывали. И я хочу вам добавить к этому. Часть из политических оппонентов России, нынешней власти, которые живут на Западе и которых слушают полностью, впитывая всю ту чушь, которую они говорят, американцы тоже считают. Вот они, они должны быть правителями в этой стране. То есть абсолютно не понимают. Все те же самые персоны, которых они пророчат и хотят поставить во главе России, они на уровне Саакашвили, а некоторые еще ниже. То есть это говорит о том, что вся эта авантюра, которая была затеяна, на Украине результаты более явные, в других странах менее. Но это идет к своему естественному концу. Кундочку прорвется, потом скажут все, но не все сразу. Да, Василий, прошу. Одно из информационных поводов, которых вы обозначили в самом начале, была отставка Уэса Митчелла, начальника главного управления по Европе и Евразии, помощника руководителя Госдепа Соединенных Штатов Америки. Именно этот человек в 2017 году возглавил это управление. Он ярый атлантист, то есть он ярый сторонник НАТО. Почему я говорю о нем? Потому что следующий по логике вещей, фигурой, которой занимается Украина, есть Курт Волкер. Я за последнее время не слышал никаких заявлений от него. И видать, что какой-то вопрос завис. Возможно, не платят деньги. Но здесь очень важный момент, почему я это... Это касается не только Украины, это касается и Российской Федерации в том числе. Я не знаю, какие будут перемены в этом плане, но когда уважаемый Яков Иосиф говорит о том, что Америка уже все решила, нет. Дело в том, что как раз в этой логике действительно есть серьезная группа влияния Соединенных Штатов Америки, которые говорили о том, чтобы дальнейшая милитаризация Украины была усилена. То есть Украине предоставить оружие. А есть вторая группа, которая говорила нет, нет, нет. Так вот, первая группа, именно она ориентировала на то, чтобы президентом Украины и дальше оставался Петр Алексеевич Порошенко, чтобы он осуществлял именно их волю. Вторая группа, по крайней мере, не говорит явно о поддержке какого-то из кандидатов, но она допускает вероятность третьей силы. И когда Володя говорит о том, что Гриценко, как на сегодняшний день, он действительно Анатолий Гриценко, зарегистрированный кандидатом в президенты, вокруг него, очевидно, для нас, украинских экспертов, собралась группа тех людей, которые привычно называть компрадорами, то есть представителями непосредственно определенной политической силы Соединенных Штатов Америки и Украины. Это сейчас смешно сказали, а вот что, другие что ли есть? Дело в том, что есть жесткие представители, а есть, которые лавируют. Есть много берущих и мало берущих. Есть, которые лавируют. Поэтому, здесь возможно, вот это вот новое обстоятельство, возможно, Российской Федерации или политику Российской Федерации стоит воспользоваться вот этой нишей и укрепить или начать укреплять дружеские отношения с государством Украины. Почему бы нет? С государством Украины. Опрос социологического центра имени Михаила Драгоманова. Не знаю, кто такой. Порошенко готов выбрать 17,1%. Это самый высокий результат, который добывали социологи для действующего президента в 18-19 годах. За Юрию Тимошенко могут проголосовать 17,4% избирателей. Далее. Ляшко, 10,1%, Зеленский, 9,4%, Бойко, 5,4%, Гриценко, 5,3%, Садовой, наверное, 5,1%, Шевченко, 3,8%, Вакарчук, хотя не заявил, 2,7%, Викул 2,6%. Это просто показывает то, о чем мы говорили. То есть для вас это подарок, что Порошенко... Да нет, мы просто хорошо знали, что вам нельзя верить. Владимир Владимирович, вы ссылаетесь на кого вы ссылаетесь. О чем мы религии? Мы же сами не знаем, кто это, что это за компания какая. Мы как раз вам и говорили, что вы не волнуйтесь. На правду чихнул. Мы же вам говорили, что вы не волнуйтесь. Вам сейчас начнут рисовать рейтинги, объясняя Тому с Туром, почему Тимошенко проиграет, а Порошенко победит. Вашим системам нельзя верить. Видите, уже началась манипуляция общественными. У нас есть хоть и критикуемые, но нормальные социологические контакты. Помолчайте, РКЧ. Нам действительно надо много раз определиться Российской Федерации. А что мы, собственно, хотим от Украины? Мы что, верим, когда-нибудь там придет порядочный человек, Бойко, там еще кто-то поменяется политик по отношению к нам? Ну даже если пофантазировать, придет порядочный человек и попытается с нами наладить отношения, ну будет очередной Майдан, очередная заваруха, в очередной раз свергнут. Кому это надо? Значит, мы должны четко понимать, что такого невозможно. А раз так, мы должны внимательно изучить ситуацию на Украине. И мы, наверное, придем к выводу, что Украина разная. Есть западная, центральная, в каком мире, а есть юго-восточная. Которая исторически всегда была теснейший образ связан с Российской империей, с Великим Советским Союзом. Где находится мощнейший военно-промышленный потенциал, промышленный потенциал как таковой. Где большинство населения все-таки всегда мыслило на нашу пользу. Но вот этот яд, яд нацизма, яд западно-украинского национализма, он начинает проникать на Юго-Восток. И травить этих русских, собственно, людей против русских. И использовать этот потенциал на мобилизационной, людской, промышленной, военно-промышленной, для войны с такими же людьми, как это. Это и есть великая трагедия великого русского народа. И это отрицать нам нельзя. И поэтому, когда мы говорим, что в очередной раз, оказывается, за 11 месяцев прошлого года торговая продажа наша на Украину вложилась на 17%. Это очень, очень плохо. Причина банально простая. Кто отвечает за Украину? Кто отвечает за санкции? Где эффективность санкций? Мы должны обрушить этот режим экономически и дать возможность населению Юго-Востока Украины, подлинно православным людям, освободиться от гнета этих нацизмов. Это, значит, раковые опухоли. Я за то, что Украина была единая. Но мы же видим, что все эти большевики и прочие, которые наклепали все эти государства на теле Российской империи, заложив огромную мину под все это, это искусственное образование. Это не естественное образование. И поэтому, а естественным путем, эта территория должна отложиться и образовать свою Украинскую народную республику, как было до 1918 года, состоится в Харькове, в Одессе, Донецке, где угодно. И мы должны стремиться к этому. Но для этого всего мало. Правильно вы говорите? Это абсурд. Они убивают наших людей, сжигают в Одессе. А у нас посольство там есть. Их посольство здесь есть. Мы не отрекаемся от них. Мы не говорим, что вас нет. Мы торгуемся. Я понимаю, я не против бизнеса. Я понимаю интересы бизнеса. Но если интересы бизнеса входят в противовес с национальной безопасностью, надо выбирать национальную безопасность. А частный бизнес держать за глотку. Потому что я не хочу ссылаться на известные слова Макса о преступлении, ТТП, прибыли и так далее. Но это есть. И от этого никуда не денете. И для этого надо заниматься очень жестко. Как сказать, реальные стратегические задачи. А не надуманные. Которые мы живем сегодняшним днем. День прошел, но и слава тебе, Господи. А проблема нарастает. Одно-два поколения. И население Юго-Востока станут выжившими из Украины. Которые забудут свои корни. Русские корни. Корни Российской империи. Корни Советского Союза. Вот это главное не допустить. И поэтому нам надо действовать очень активно. В том числе на информационном плане. Вот мы с вами сейчас выступаем. Смотрят украинские товарищи. Они радуются. Они говорят, ну у нас же нет ни единой программы направленной на конкретную, на специфику этого населения. Ну нету. Почему нету? Я не знаю, почему нету. Что угодно есть. Куча фильмов, как смотришь. Спокойнее. Не хочу даже говорить, как они называются. Противно просто. Лучше эти деньги обратить туда. Мы с тобой говорили. А мы эти деньги уже туда обратили. Денег в стране. Море. Можно ликвидировать Роснано Чубайса. И эти деньги обратить, создать специальный фонд. Для работы с населением Юго-Востока Украины. Огромные деньги. Семеновка. Не согласен. Если придет грамотный менеджер, то будет и достойный результата. А дайте деньги это Министерство обороны, любому селовому ведру. Вот видите, я даю грамотный менеджер будет результата. Людям без погонок, такую важную задачу, как работать с Юго-Востоком нельзя доверять. Много и счастливая. И питаться диетической баландой. Но, тем не менее, давайте все-таки перейдем... Я так, может быть, утрирую, но таких вариаций масса. Мы уже и так спонсируем одного из претендентов на президентскую должность. Порошенко? Нет. Ковтан? Нет. Но ведь заявил же Зеленский, что он получает деньги от России. Да, так он зарабатывает. Да, 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 видите, так что... Он сказал, а иначе мы не можем, мы получаем деньги от России. Так что, если они были бы последними, они бы что-то над тем подумали. Или Порошенко, например. Которого вы каждую передачу хвалите, 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 хвалите. Да, конечно. И сделали ему только что-либо. Он же, да, он же, как я понимаю, налоги в России платит. Да. Вот видите, как хорошо. Это значит, что он помогает нам строить могучую армию. Я знаю, что многих-многих телезрителей раздражает передачу на украинскую тему на наших телеканалах. Многократно эти претензии высказывались. Вот этим телезрителям я предлагаю взглянуть на эти передачи, в частности на сегодняшнюю, под углом зрения серьезной политики. То есть вот знаменитая Минская конференция, которая там, Минск-2, 14 часов или 15 часов длилась. И говорят, как так долго, гениальные героические усилия трех президентов, одной канцлера, канцелярин. А дело в том, что говорили о том же самом. Тоже, ну, это же цивилизованная страна. Они же европейцы. Владимир Владимирович. Владимир Владимирович, наверное, говорил о братском народе. Хотя не думает, что он обо всем братском народе думает, что он братский. И политика Запада. Понятное дело, что никто не собирается за свой счет делать Украину процветающей. Она и нужна, как вот эта язва между Евросоюзом и Россией. Ну, когда чернозем окончательно отдадут, это решится. Там, наверное, поставят такое прямое манянеточное правительство, если Украина сохранится. А пока этот вопрос не решен, пусть Россия кормит, но уж точно Запад будет только поддерживать. Вот он в полуголодном состоянии. Собственно, для этого вся схема и придумана. Так вот, к чему это я? Опять о реализме. И здесь я более всего к Семену Аркадьевичу примыкаю. Ну, правда, без слов о сатане и всяких прочих анафем. Если что и нужно придать анафеме, то прежнюю политику России, действительно по отношению к Украине, которая вся напоминает дискуссии в этой студии. О прошлом не будем вспоминать. Что мы видим сейчас? Кто победит? Правильно? Какая разница, кто победит? Если даже представить, что какой-то так называемый пророссийский, что нереально, кандидат победит на президентских выборах, то выборы Верховную Раду состроят такую комбинацию, и все его эти возможности президент там прежет. У них же власть колеблется то туда, то сюда, то в Раду, то на Банковскую. Естественно, западники помогут. Далее. Рассуждения о братском народе. Они же были там. Ну, ничего. Братский народ рано или поздно. Кстати, духовное единство. Вот духовное единство мы видели, к чему привели. За эти заклинания о духовной единстве, о братском народе. Я, например, не считаю значительную часть жителей Украины братским народом. Там есть, конечно, та часть, которую я считаю братской. Ну, уж точно, в том числе и из этих, так называемых, украинских политологов. Которые, опять, я понимаю, что они заклинают себя своей логикой. Но вот, как древние говорили, невозможно увидеть, что след змеи на камне, след птицы в воздухе. Там еще было третье, что сейчас уже... Третье? Это наличие мысли у Ковтуна? Нет. Нет. Там был след мужчины в женщине. Но сейчас с помощью приборов последнее точно рассматривается хорошо. Но нельзя увидеть и украинскую логику. Это особая логика. Они в ней живут. Пусть они в ней живут. Но мы заражаемся этой логикой. Вот этими заклинаниями о братском народе. И вот как будто в московских студиях наши местные политологи, то ли им задание такое дается сверху, из Кремля, где их там собирают, инструктируют, я не знаю. Кто-то, наверное, по доброте душевной. Вот все говорит, говорит одно и то же. Итак, кто бы ни победил на президентских выборах на Украине, это ничего не изменит в характере украинской власти сегодня, киевского режима. Первое. Второе. Даже если представить, что вот эти лояльные по отношению к России люди придут к власти, во-первых, им не дадут ничего из их лояльных мыслей реализовать, во-вторых, нужно понимать, что они заражены вот этой же самой идеологией. Они будут 16 часов вести переговоры с Кремлем, потом вернутся и обманут Кремль, Запад, себя и всех остальных. Поэтому я выступаю за... Процесс затянулся, на мой взгляд, исторический процесс затянулся. Да, кошки рубили хвост по частям. Нужно отрубить до конца уже. Но не нужно, чтобы кошка так долго мучилась. Кто это легче всего сделает? Конечно, Томас Алексеевич Порошенко. Если он второй раз станет... Литрополит. ...президентом. Это несколько легитимирует его власть, безусловно, по отношению к первому сроку. Но мы видим, что этот человек ведет Украину к распаду. Стремительно ведет. По каким причинам не будем сейчас рассуждать? Следом, нужно дать ему завершить это благородное историческое дело. Эту язву уже вскрыть до конца. И дальше процесс исторический пойдет не без жесткости, наверное, определенная, но зато стремительно, как всякая целительная хирургическая операция. А надеяться на то, на сё, это опять пять ближайших лет, вести бесконечные минские переговоры, которые не будут выполняться. Кстати, пора освободить время и место на московских телевизионных площадках для дискуссий на другие темы. Да. Ну, пора уже. Знаете, ну, как бы я в последнее время не часто использую этот аргумент, но теперь, наверное, время наступило. 16 декабря была ежегодная итоговая пресс-конференция Владимира Путина, где он очень ясно сказал, что мы ждем итогов президентских выборов на Украине для того, чтобы с новой украинской властью попытаться налаживать отношения. Кто забыл, гугл в помощь. А тогда вы не точно цитируете. Да, может быть. И там сказано, мы не будем вести переговоры, пока не сменятся в коридорах власти вот эти русофобы. И из Порошенко, значит, мы не собираемся вести переговоры. Ну и ладно. Руководитель государства российского высказал свое державное мнение, которое обязательно к выполнению. Нет, это не демократия. Это все. Вы же жена пьяница. Чуть для тебя это есть, потому что ты подхалим по натуре. Даже Василий. Вот это вот, понимаете, я вас вообще не перебивал. Семена Аркадьевича, вот это вообще. Я Аркадьевич не забил. А что ничего не забил? Не обижайтесь. Семен, нельзя обижать тех, кого уже обидела природа. Не, ну вы понимаете, ну это вообще как бы. Я не перебивал Семена Аркадьевича. А что такое всплеск? А что такое всплеск? А когда так писали для выполнения, для кого? Знаете ли, господин Ковтун, в нашей стране каждый может иметь свое мнение. Ну и отлично. Вы, наверное, не понимаете. Мы страна демократическая. Это очень хорошо. Это у вас тирания. Вот вы же не можете здесь сказать. Вы же не можете сказать правду. Вы не можете сказать, что Порошенко вор. Вы не можете сказать, что он коррупционер. У вас есть доказательства, есть решение судов. Конечно. Ах, решение суда вам надо. По решению туда. А по новому где решение суда? Это все. Сядешь. ГПЗ сначала. Кстати, тебе пригодится опыт Луценко поцелуями передавать записки. Малявы надо. Я лучше думаю, что вы как бы с каждым днем разворачивания реальной политической кампании по выборам президента, у вас начинается такой мандраж и ощущение, что вот те ваши все схемы. У него 3% рейтинг, потом ноль, потом минус один. Тут был еще Олейник, вы его уже давно не зовете. Жирность. Как говорилось, жирность. Еще у него есть решение Драгомиловского суда про то, что Майдан это незаконен. Российский суд так решил. А после этого Олейник заявил, что он будет сам баллотироваться. Будет, но не обязательно в этот цикл. Понимаете, это вот такая вот, знаете, взрывно-макаронной фабрики или что? Вот это вот паранойя, шизофрения, которая все как бы расцветает, светет буйным светом. Украина спокойно, согласно своему законам, разворачивает президентские выборы. На эти выборы приедут наблюдатели из Европейского союза. Не будет там ни от СНГ, ни от России. А вот нормальные демократические страны будут наблюдать. СНГ и Россия. Нормальные демократические страны, это смешно, когда речь идет о Украине. Нет. Во-первых, нормальные европейские страны потребовали, чтобы были наблюдатели от России. А вы понимаете, что у вас все уже пройдет, так или иначе будет легитимно избран президент. Какая бы ни была у него фамилия. И этот легитимный президент будет пользоваться абсолютным доверием и поддержкой мирового сообщества. И все ваши вот эти вот наскоки, там какие-то подскоки, рассказы о том, кто там антисемит. А вы литрополита парашютку хотите? Принтон подписывает договор в зоне свободной торговли Израиль с этим государством и ничего. И все молчат, и все в порядке. И это все для вас, как вот знаете, вы как черт Ладана. Вы понимаете, вот ваша вся пропаганда, она обернулась вообще ничем, пшиком. Пока на черта похожи вы, и вас прямо корежат, когда вы говорите. Но суть-то это не меняет. А что это вы при вашем литрополите стали беднейшей страной в Европе? А он при этом увеличил свое личное состояние. Почему народ у вас обничал, а лично парашютку? А знаете, знаете за что? Что он сейчас берет на себя удар и выводит из-под удара Епифания. Вот за это ему большое спасибо. Под какого удара он выводит? Он привел под удар. Вопрос про парашютку. Так еще раз говорю. Про литрополитик. Слушать надо. Слушать надо. Так вот, спрашиваю, почему народ ваш обничал, и вы стали самой нищей страной в Европе? Это у вас такой, как бы, заговор, да? Такой личный состояние. Вот эти вот... Литрополита Порошенко умножилось. Почему? Вы знаете, люди, если выйдут на улицы, тогда мы поверим, что так им плохо. Кто вы? Вот в Париже вышли желтые жилеты. И все поверили, увидели. Президент Франции поднял минимальную зарплату на 100 евро. Сразу же. А вас не поднял, значит, вашу страну устраивает, что вы обеднейшая страна в Европе, и вам подняли только цену на газ и ЖКК. Значит, есть другие какие-то ресурсы. Какие ресурсы? Вы-то сюда приезжайте, мы вас кормим. И в КПЗ вас будут кормить. Потому что люди, люди, они сами строят свою судьбу и отвечают за свою жизнь. Пока в результате правления Клики Порошенко он увеличил, благодаря официальным украинским источникам, свое состояние, а народ его обнищал. Ворюга, твой литрополит. Вы все пронюхали. Ворюга, твой литрополит. Ворюга. Нет, просто поразительно. Да, я уже цитировал, да, 1 января Вячеслав Ковтун заявляет, что встречал среди народа Новый год на Софийской площади и видел, как возмущался этот народ выступлением Порошенко. Именно так вы и сказали. Кто не верит, посмотрите. Ничто так не помогает Ковтуну почувствовать себя патриотом, как нахождение в миротворца. А теперь, говорит, народ ведь устраивает. Там, говорил, не устраивает, здесь, говорит, устраивает. Но, ладно, бог с ним. Провели с ним работу. Да, с Ковтуном. Я еще раз говорю, то есть, на самом деле, действительно, решения сейчас принимаются не на улице Банковой, а на улице Танковой. На улице Танковой находится посольство Соединенных Штатов. С Сикорского, как и всегда. Танковая, это вы переименовали специально под посольство в честь Сикорского. А вообще, это улица Танковая всю жизнь была. В честь Русского. А что же это вы русского-то изобретателя Сикорского назвали? Нет. Серьезно? Это с каких-то пор он стал украинцем? Тогда, хочу вас огорчить, тогда и государства Украины не было. А если он узнает, что он украинец, вот у него истерика была. Ну, бля, я украинец. А о чем я и говорю. Он родился в Киеве. Родился он, да, да. Вот и все. А ты родился тоже в Киеве. А по месту рождения теперь? Да. По месту рождения. Да, Клинкин у вас кто? Он родился в Курске. А Порошенко где родился? В Виннице, по-моему. В Болграде. В Болграде. Такое городишко есть. На юге Болдовы. Там сам. Так что вы Молдаване-то себе поставили? Между Одессой и Молдаваном. Вы что, даже не могли все украинцы найти? Так вы не кислируете президент Тимошенко, не украинка. На самом деле, конечно, вести диалог с этой властью сейчас бесполезно. Смысла нет. И вот Гусейн Ковтун забывает эту фразу. Когда сменится власть, тогда вот и будет вестись диалог. Заметьте, никогда останется Петр Порошенко в результате этих псевдовыборов. Когда сменится власть. Вот тогда можно будет... Надежда, во всяком случае, есть здесь в Москве о том, что с кем-то, с какой-то там политиком или с каким-то политиком можно будет вести диалог. Но при этом мы же видели этот съезд Юлии Тимошенко. Это просто для того, чтобы в Москве не было иллюзий. А ведь, понятно, Тимошенко сейчас обещает в Москве, в том числе, встречаясь с послом России в Германии, в том числе, через Челноков, которые сюда постоянно приезжают. Все! При этом мы же понимаем, она и в Америке обещает еще больше, чем обещает. А кто же ей поверит-то? Не, ну так еще раз. Ну, наверное, есть у кого-то в этом плане какие-то иллюзии. Есть московские логисты. Видите, да, Филарет открывает съезд Тимошенко, там бывший глава НАТО приветствует, там тот же друг России, старый Саакашвили выступает. То есть мы же понимаем, что она сейчас изгаляется в том, чтобы доказать улице Танковой именно, что она еще больший русофоб, еще больший враг России, чем Петр Порошенко или все другие кандидаты. И поэтому я вот еще не знаю, на кого на самом деле поставит в итоге США. На самом деле им ставить-то смысла нет на кого-то одного. Они сейчас точно так же раскладывают яйца в разные корзины, обещают поддерживать и тем, и другим. И действительно тут верно замечено, все сурасовские грантоеды, которые имеют больше всего доступа к этим западным институциям, посольствам и так далее, сплотились вокруг Гриценко, которому вроде как ничего не светит, но, наверное, он тоже через этих самых посредников ведет торги. Я в итоге поддержу вашу кандидату, а вы мне потом обеспечите место в правительстве. По-моему, американцы говорили, что Гриценко чуть ли не единственный честный кандидат. Но именно поэтому сейчас все дела и возбуждаются с тем, чтобы именно, поскольку борьба идет, как я уже в первой части сказал, за силовые ресурсы, но в первую очередь за поддержку американцев. В 2007 год, когда у меня на передаче, тогда еще на НТВ, стояли Гриценко и Затуллин. И тогда я сказал Гриценко, ведите себя прилично, а то и Крым потеряете, а потом и Донбассом займемся. А он вел неприлично. Вот теперь вот кто расплачивает. Сейчас на него новое дело повесят за то, что из-за него потеряли Крым и Донбасс. Вел неприлично. Так вот, заканчивая. Поэтому еще раз, с Волкером говорить совершенно бесполезно, он никто. Он даже не в штате госдепа. Он вот 22 декабря последний раз появился, больше его нет. Он представлял сенатора Маккейна, сейчас он не представляет вообще никого. Но при этом, конечно же, диалог по поводу судьбы Украины сейчас, не дожидаясь результата выборов, надо вести с теми, кто принимает решение по ней. Да не надо вообще никакого диалога вести. Завершайте, Крактор. Колсона расстрелять, согласен. Это за сколько? Не со мной. Это совершенно ясно, что американцы решают, кто будет президентом. Выберут ли они Тимошенко или выберут они Порошенко или другого Джокера, не играть никакой значения. Разницы между ними никакой нет. С точки зрения Украины. Но я хочу обратить внимание на другую. Это в связи с тем, что сказал российский президент в декабре. На Украине уже сколько существует независимая Украина? 26 лет, по-моему, или 27 почти. Вчера 100 лет. Уйдется все нарастающее шовинистическое, антирусское, антироссийское пропаганда. Она началась с книги великого демократа, президента Украины. Украина, не Россия. И тогда никто на это не отреагировал. Ну, пусть. Наиболее оголтелая антироссийская, антирусская пропаганда ведется уже 14 лет, со времен Ющенко. Был такой президент, помните? Да. Да, вот. Не, потому что забыли уже. Легитимный, кстати. А? Легитимный тоже. Все были легитимны. И легитимному третьему туру. Вот. Наибольшей мерзости и наибольшей низости она достигла за последние 5 лет. И она все больше и больше нарастает. И это сравнивает с другим. В 29-м году в Германии прошли выборы. Нацистская партия почти была стерта с лица политической Германии. В 32-м году она получила на выборах не большинство. Но она была большинство, но она не получила абсолютное большинство. Если посмотреть на тогда на Германию, там была социалистическая партия Германии и коммунистическая партия Германии. Голоса, которые были объемы этим партиям, в несколько раз, примерно в два раза превышали то, что было отдано за нацистскую партию. В 33-м году нацистские пришли к власти. В 35-м году в Германии были нюрнбергские принятые законы. Через 5 лет, в 38-м году, вся Германия стала нацистской. Все немцы стали нацистами за 5 лет. Это развитый народ, культурный народ, политическая сознательность, которого было намного больше, чем на Украине. На Украине это идет медленнее. Но нельзя затягивать это. Пока вся Украина может быть медленнее, чем на Германии. Может быть не так резко. Не превратится в националистический, нацистский угар весь этот народ. Вот тогда вы будете говорить о братском народе. Придемся на рекламу.